В то время, как на остальных участках Советско-германского фронта весной 1943 года наступило затишье в ожидании сражения на Курской дуге, на Кубанском плацдарме бои продолжались. По распоряжению Вершинина на передовой был развернут пункт управления истребительной авиацией. Сражение на земле происходило в ограниченном пространстве, из пункта управления была хорошо видна обстановка в воздухе. Руководитель пункта наведения мог своевременно поднимать свои самолеты для наращивания усилий в воздухе, предупреждать пилотов о появлении истребителей и бомбардировщиков противника. Третья эскадрилья на вылет, квадрат 4, группа пикировщиков на подходе. В небе над Кубанью разворачивались крупные воздушные бои, в которых участвовали по 30-50 самолетов с каждой стороны. Вершинин требовал не подпускать вражеские бомбардировщики к линии фронта. Решение этой задачи привело к развитию новаторской для ВВС Красной Армии тактики свободной охоты. Воздушное сражение над Кубанью стало одним из самых знаменитых в ходе войны. Несмотря на всю решимость немецкого командования удерживать Кубанский плацдарм, он продержался только до осени 1943 года. Немецкую оборону обошли с фланга, высадив морской десант в Новороссийске. 17-я армия срочно эвакуировалась в Крым. Поход за нефтью закончился полным провалом. Субтитры создавал DimaTorzok